Сегодня университетский музей Манчестера, несмотря на будний день, вновь атаковали толпы посетителей. Не обращая внимания ни на что другое, они сразу направлялись в зал, посвященный Древнему Египту. Там выставлена на вид непримечательная фигурка бога Осириса. Ажиотаж среди любителей мистики вызвала появившаяся на днях в интернете видеозапись, посмотрев которую, многие решили, что царь загробного мира, а это официальный титул Осириса, внезапно ожил. Антон Больский отправился в музей, чтобы своими глазами удостовериться, так ли это. Небольшая статуэтка на краю стеклянной полки теперь самый популярный экспонат музея. Ее называют танцующим фараоном, хотя движения в этом танце почти незаметны. Статуэтка в нашем музее уже более 80 лет, но кружиться начала недавно, как только ее поместили в новую витрину. Когда мы поняли, что с экспонатом что-то не то, поставили камеру, которая снимала все происходящее целую неделю. На кадрах отчетливо видно, как статуэтка вращается вокруг своей оси против часовой стрелки. Смотрители музея уже готовы были поверить в проклятие фараонов, но ученые вернули их на землю. Официальной причиной движения статуи называют микроколебание пола от проходящих мимо людей, ведь статуэтка вращается только днем. Впрочем, научное объяснение многих не устраивает. В музее началось целое паломничество тех, кто верит в чудо. Здесь явно есть какой-то скрытый смысл. Фараон хочет нам что-то сказать. Да вы посмотрите, на полке много предметов и статуэток, но вращается только одна. Есть и еще одна загадка, над которой все еще бьются ученые. Повернувшись, статуэтка застывает на месте, всегда в одном и том же положении, на восток передом, к посетителям задом. Когда мы приехали, то статуя как назло повернулась к нам спиной, поэтому лица ее сейчас не разглядеть. Но многие именно в этом увидели скрытый смысл, поскольку на спине статуэтки начерпаны загадочные иероглифы, которые переводятся как хлеб, мясо и пиво. Что ученому уже дало основание предположить, что может фараон просто проголодался. Однако имени фараона, в гробнице которого изначально была оставлена статуя, не знает никто. Даже спросить не у кого. Скульптура бога мертвых Осириса вырезана примерно 4000 лет назад. Нельзя забывать, что думали древние египтяне об этой статуе. Она стояла в гробнице не просто так, ведь именно в нее должен был вселиться дух умершего фараона. Последние дни статую решили оставить в покое и больше не поворачивают ее лицом к людям. Дух фараона кажется спокоен, но надолго ли? Ведь пиво-то так и не дали.